Русский север, снег, Дед Мороз, резной пылесад, Тесла, Илон Маск. Что общего в этих словах? А то, что мы отправляемся впервые на Тесла, на русский север, в вотчину Деда Мороза. Прямо сейчас за мной елка, я стою в Москве, и это не настоящий олень. Но совсем скоро я окажусь за почти тысячу километров отсюда, в Великом Устюге на родине Деда Мороза, рядом с такой же елкой и уже с настоящим оленем. Но это было бы не похоже на меня, если бы это было просто типа на какой-то тачке ДВС на полном приводе, согласитесь. Поэтому я еду на Тесле Model 3. Я еду на Ford Mustang. Обе тачки на заднем приводе на липучке. Это будет дикий трэш, я прям предвкушаю этот момент. Но если бы у нас с самого начала пошло все гладенько, как по маслу, это была бы не я. Утро не сдалось с самого начала. Нет, мы не выезжаем прямо сейчас в другой город. Мы едем заряжаться, потому что машина за ночь не зарядилась. Ее кто-то снял с зарядки. 78 километров запас хода был, когда я ее оставляла на зарядке. Прихожу с утра, 90 километров. 12 километров она подряжала целую ночь. Впереди будет тяжелая дорога на почти 1000 километров, без практически зарядных устройств. Чтобы не голословить, я вам покажу, сколько вообще зарядок нас ждет по пути. Вот мы находимся в Москве сейчас. Это Ярославль, здесь Вологда. И вот где-то здесь находится Великий Устюг. И как вы видите, здесь вообще нет зарядок. Это исторический момент. Впервые Тесла Model 3 доедет до Великого Устюга. Уж я на это очень сильно надеюсь. Блин, электрокар доедет до Великого Устюга, и сам Дед Мороз сможет посидеть в электрокаре. Вот настоящая миссия этого видео. Поэтому прямо сейчас пишите ваши ставки в комментариях, доеду я или нет. Амгелин, я, конечно, тебя очень уважаю, и Илон Маск очень уважаю. Но ты сначала со мной запустилась, потому что ты там на КамАЗе, я там быстро доеду, быстрее, чем ты на велосипеде. В итоге что? Велосипед доехал быстрее. А теперь ты хочешь на Тесле поехать туда, где нет ни дорог, где дикий холод, где нет зарядок. Ребят, она не доедет 100%. У нее за фасходы заявлены 400 километров. Но мы не говорили про Россию, а в России дикие холода. Но на самом деле я верю в себя, поэтому пишите сейчас, кто прав, я или Сеня. Вот скоро, вот вы будете видеть такой фрагмент, когда мустанг на заднем приводе тащит севшую Теслу на заднем приводе. Ну что, поехали? Поехали. В этот момент я чувствовала себя настолько воодушевленной, что казалось горы по колено, и все мне нипочем. Но кто бы мог подумать, что этот такой поначалу веселый трип заставит меня рыдать и не раз. Ну и Деда Мороза мы едем не с пустыми руками, мы везем ему. Илона Маска, как трофей. Так что, Дед Мороз, я знаю, ты его ждешь. Мы едем на экспресс-зарядку, чтобы быстро подзарядить тачку за полтора часа и резко сразу стартануть на следующую точку. Мы потеряли очень много времени, и я надеюсь, что мы его в пути как-нибудь восполним. Дай бог. Сильная проблема, что у нас 60 км запаса хода сейчас ехать, окей, 10 км до этой зарядки. Но не факт, что она будет свободная. Мы едем в неизвестность, и мне уже не нравится, как начинается этот трип. Вот зарядка, не хватает ровно вот столько, вот столько не хватает, чтобы она подсоединила свой порт к зарядке. Ваши ставки, господа, у нас получится вот здесь развернуться или нет? Говорят, в Питере дворики маленькие. Нет, и в Москве. Реально уже темнеет, уже нет времени. Нам вообще заряжаться нужно полтора часа. No comments. Мы не зарядились ночью. Мы приехали на бестолковую зарядку, которая не заряжает, хотя мы проверяли в специальном приложухе, что она должна работать. И она должна была работать, но почему-то она не работает. Мы едем. Еще надо зарядку. То есть мы даже не выехали за пределы Москвы, а мы все равно не можем зарядиться. Поэтому я даже боюсь представить, что нас ждет за границами Москвы, за бетонкой. У меня реально волосы стоят на руках дыбом, хотя у меня их нет там. Как я и думала, там мест нету, понимаете? И я спрашивала охранника, а сколько примерно ждать? Он такой, ну, бывает двадцать, бывает час, а бывает полтора. И я такая думаю, ну все. Мы уже отбиваемся от графика. Скорее всего, поедем в Переславль-Залевский и в Ярославль просто в ночи. В лютой ночи. И тачка даже не успеет подзарядиться. Ехать нам тридцать пять минут. Запас хода у нас уже двадцать восемь километров. О-хо-хо, блин, мне страшно. А если она не доедет, она впадет в кому, потому что на улице холодно. И для батарейки, и для вообще Теслы это все. Это типа смерть. Она сможет потом завестись, запуститься только в теплом помещении. И надо будет вызывать эвакуатор. Где-то, блин, в куево-тутуево. Еще и по пробкам. Четыре процента, две минуты до точки назначения, до зарядки. Надо еще спуститься вниз и найти на подземной парковке зарядку. Я надеюсь, что мы из Толкача ее не будем туда запихивать. На удивление, зарядку в Москве мы нашли с третьей попытки и выехали с отставанием в семь часов. И как теперь ее заряжать дальше? Один час двадцать пять минут! Ура! Как хорошо, когда у тебя четыреста двадцать километров запас хода. Ты можешь включить подогрев сидений, двадцать четыре градуса печки и просто ехать, как в Ташкенте. И самое, знаете, что неприкольное? У нас на семь часов отставание от маршрута. То есть мы изначально должны были выезжать в десять тридцать, сейчас у нас пять тридцать. И все было бы нормально, если бы нам не нужно было отдавать эту тачку в понедельник вечер. Еще больше скажу, через шесть дней будет Новый год. Будет тотальный пипец-кобздец на дорогах. И еще и Дед Мороз, скорее всего, он будет настолько занят, что мы просто не успеем к нему попасть. Давайте сейчас я расскажу немного про наш маршрут. Сначала мы идем в Пересвет, там есть зарядочка в парк-отеле, где мы немножко полакомим нашу Теслу током. И после чего можем стартовать в Ярославль, потому что если мы поехали просто из Москвы в Ярославль, нам бы просто зарядки не хватило. Потом в Ярославле мы остаемся на ночевочку, спим там, подзаряжаемся сами, подзаряжаем нашу Теслочку. И мы едем до Вологды. В Вологде есть последняя нормальная зарядка, это последний крупный город на пути к Великому Устюгу. То есть мы там можем подзарядиться, и после чего начинается самая жесткая дорога. Да, это жестко. После Вологды начинается игра на выживание. Между Вологдой и Великим Устюгом 450 километров. И чисто где-то в середине, в дремучем лесу, есть город Тотьма, где чисто гипотетически есть зарядка. Но она под большим вопросом, есть ли она там реально или ее нету. Поэтому наслаждайтесь просмотром, ставьте лайк за такой эксперимент. Реально такого никто еще не делал. Камера этого не передает, но здесь реальная пурга. То есть мы выезжаем из Москвы в сторону Сергиевого Посада, и здесь люто валит снег. И мне уже страшно. Маск, ты там как? Жив цел орел? Он смотрит, знаешь, как собака затекнула. Ну что, ребят, самое время рассказать немного про эту машину, чтобы вы поняли уровень нашей отчаянности. Это Model 3 Standard Plus 2021 года. На этой малышке всего 1000 километров пробега сейчас. И когда я ее брала, я такая подумала, так, 1000 километров, значит, еще обкатку она не прошла. А потом такая, какую обкатку? Вы о чем? Что тут обкатываете? Запас хода у нее 491 километр. Ну да, конечно. Земля плоская звучит более правдиво, чем этот ваш паспортный запас хода. Разгон от нуля до сотки за 6,1 секунду. И максималка 225 километров в час. Но я думаю, что если там пошаманить над прошивкой, может ехать и быстрее. Но самое прикольное, что мы сейчас как бы в России. Здесь минус 9 градусов прямо вот в моменте. И, конечно, она не будет ехать 490 километров. Она едет максимум 250 километров на одной батарее. В этой малышечке, малышечке всего 1700 килограмм. Она совсем мало весит. Она весит меньше, чем моя М5. Да, дурная примета увидеть аварию в начале пути. Надо быть очень внимательным за рулем. Когда я написала в Ирпачу, что я еду на Тесле Модул 3 Стандарт Плюс, на липучке, на заднем приводе, за почти 1000 километров от Бкада. Вот именно! Всего 1000 километров, а сколько проблем она нам в будущем доставит. Про чувство безопасности за рулем можно будет забыть. Он мне написал следующее. Не то, чтобы я бессмертная, я просто очень любопытная. Это были лучшие и самые беззаботные 90 километров нашего пути. И дальше началось. Пересвет встретил нас не так гостеприимно, к зарядке просто так не проедешь. Неужели никто не болеет за Теслу? Или они не фанаты Луны Маска? Интересно, они знают, кто он? Ну, мы подъехали на первую точку, чтобы подзарядиться, и уже возникают легкие неполадки, потому что нас не пропускают. Короче, вопрос от охранника. Вы с заселением или без? Я говорю, ну, сколько она будет подзаряжаться, вот от этого и зависит. Приготовьтесь, сейчас будет очень сложная математика. Ладно, на самом деле, изи арифметика. Просто хочу сказать вам, насколько Тесла обманывает. Мы выезжали из Москвы, было 400 километров запас хода. Ехать нам до первой точки, где мы подзаряжаемся сейчас, 77 километров. Соответственно, мы должны были приехать, и у нас на приборке должна была быть цифра 333 километра. Вместо этого у нас 275 километров на приборке. То есть она нас обманула с первой цифрой, то есть заявленной, в 58 километров. То есть сейчас у нас 275. Реальных географических километров проехали 77. По факту, по приборке мы проехали типа 125 километров. Вот так она жрет. То есть она достаточно сильно обманывает. Поэтому мы здесь остановились, чтобы подзарядиться и точно доехать до Ярославля. Это вот далеко вот нельзя на это полагаться 100%, потому что у нас это будет реально дикие холода. Это будет постоянная пробуксовка, потому что у тебя липучка, а не шипы. Это, ну я не знаю, там дофига факторов, которые нужно учитывать. Потому что у тебя еще и печка работает, и телефон ты заряжаешь. Мне кажется, реально я тебя на трассу просто буду тянуть там до Великого Устюга, когда там уже реально по лесу будем ехать. Но даже с учетом этой погрешности мы должны доехать до Великого Устюга, по моим расчетам. 100%, я уверена в этом. Мы оплатили зарядку на 380 вольт, и я надеюсь, что она быстро сейчас подзарядится, и мы поедем в Ярославль. Я очень надеюсь, что у нас такая розетка, но сейчас посмотрим, короче. У меня руки трясутся, я очень надеюсь, что она подойдет. Она не тошла, она просто даже по размеру не подходит. Блин! Бляд! Мы в деревне, можно сказать. Мы в деревне. Все, а свет выключается. Она не заряжается? Да и то, что не заряжается. Чего? Не тот переходник, понимаешь? Сам порт, он круглый, а то, что... А что можно было, собственно, ожидать? Так, смотрите, сейчас мы делаем расчет прямо в моменте. Самое смешное, ребят, что никакого сценария нету. Это все вот происходит прямо сейчас, прямо со мной. К сожалению, сценария нету. И типа мы все просчитывали. Да просчитали. Но, смотрите, расчет. До Ярославля нам 190 километров. У меня сейчас запасход 275 километров. Если ты приедешь, то ты приедешь прямо вот впритык, вот так вот. Так вот именно, чтобы впритык ехать опасно. Мы, если что, остановимся на трассе. И что мы будем делать? А давай, кстати, попробуем метод рекуперации сейчас для нибудь. Вот здесь вот на трассе. То, чего вы не заметите ни в одной ДВС-тачке. Когда у нее есть, типа, расход топлива, а тут еще обратная сторона шкалы есть. То есть это, наоборот, доход топлива. Можете купить Теслу, даже если у вас нет электростанции. Главное, чтобы у вас был тягач. Это вот все у блондинки. Смотри. Что? Про Мустан говорят, дорогая тачка. За два миллиона. Ют, конечно. Называется дешевый понт. Это вообще первая в моей жизни рекуперация. Блин, волнуюсь реально. Тяни, тяни. Да подожди, сейчас если я дерну, вдруг у нас что-нибудь отвалится вообще. Мы пробовали рекуперацию, и эта функция реально работает. Зелененькая появляется, означает, что она заряжается, типа. Просто какой-то цирк Шапито. Просто один задний привод кабриолет тянет Теслу. У него было 261 километр, а сейчас у него 262. Офигеть. Далее мы едем своим ходом. А вот и второй дурной знак. Мы вновь продолжаем попытки зарядить Теслу. Мы приехали на вторую попытку подзарядиться до Ярославля. Это Переславль Зарезки. И здесь должна быть зарядка в этой гостинице, ресторане. Сейчас мы ее ищем, и я очень надеюсь, что переходник в этот раз не нужен. Лучше бы мы не останавливались в этом месте и не теряли время. Честное слово. Но давайте посмотрим, как мы терпим фиаско во второй раз. Блин, просто каждый раз как перед экзаменом волнуюсь. Вот ей-богу. Кирилл, ты мне сказал, что мне ЧДМа не понадобится в поездке. Чтобы вы понимали, переходник ЧДМа стоит в районе 1000 баксов. Только один переходник. Мы отъехали от Москвы всего на 150 километров. И уже столкнулись с такими сложностями. Представляете? А что будет дальше? А дальше обстоятельства будут еще суровее. Мы не доедем до Великого Устья. Время постоянно играет против нас. Даже просто стоя на холоде, она разряжается. Поехали в сторону Ярославля. На какую-нибудь заправку хорошую заедем. И там спросим. Становится очень холодно, поэтому я надеваю свитер. Потому что мы будем ехать половину пути с выключенной печкой, чтобы максимально экономить заряд. Это будет жестко, ребят, я уже чувствую. Но настрой не теряем, настрой боевой. Да. Я слышала от исловодов, что на рекуперацию можно встать от фуры. И мы решили это проверить. Правда, они не рассказали, как общаться с дальнобойщиками. У нас вопрос. Она заряжается, если ее тянуть на тросе. Можно ли? Да, вы что бы. А вы не поедете сейчас? Я поеду, конечно. Просто мы так уже делали. Мы тяпали за трос. Ребята, вы видите, 60 тонн груза, и вас тащит, и отвечает за вас. Вы что? Она за одну тонну весит. Не надо. Я не из-за вашего веса. Я из-за своего веса. Не дай бог что-нибудь случится. А так мы не быстрее в скорости поедем. Я же не могу тянуть и ползти. Не ехать. У меня сроки. 60-70 км в час. У меня сроки, ребята. Есть длинный скорость? Нет. Я думал, что я когда-то в своей жизни буду вот так ходить, искать дальнобойщика, который будет вести меня на тросе. Если бы мне кто-то об этом сказал еще год назад, я бы сказала, что совсем что ли? Пальцем бы у виска покрутило. До Ростова нужно доехать. И там, может быть, даже заночевать. Заночевать и к розетку покучиться. И делаю на комфорт и спокойно, чтобы она ела у меня меньше. Мы не учли тот факт, что в Ростове зарядок тоже может не быть. Все-таки в городе живет всего 30 тысяч человек, и о Тесле там слышали только по телевизору. Ну что ж, была не была. По нашим расчетам мы выяснили, что эта Тесла на каждые географические 100 км пути тратит аккумулятора как на 140 км. До Ростова ехать 35 км. У нас здесь 68 км запас хода. И я не знаю, доедем ли мы. А в ночи стоять на трассе, это же вообще капец. Господи, мама, куда меня моя жизнь занесла? Сень, нам осталось чуть-чуть, это не отель наш. Полтора километра осталось до отеля. Куда ты заезжаешь? В Мак. Для Сени все дороги ведут в Макдональдс. Это его альма-матер. Вот это я возьму. Это отель. Вечер добрый. Или ночь. А нас никто не ждал особо. Что, бесят всех манжеров вообще? Добрый вечер. Нам бы машинку перейдут чуть-чуть, можно? Нет. Я не ожидала настолько категоричного ответа. Это только Ростов. А что мы в Великом Устье не будем делать? Где нам зарядку вообще дадут? Я не представляю. Макдональд прошел пройти вот в следующую гостиницу, в которую нас также пошлет куда-нибудь. Не смешно. На самом деле я в шоке. Ни человек просто не хочет помочь. Мы решили не останавливаться в другой гостинице и ехать напрямую в Ярославль. По карте расположения зарядок там точно должна быть док-станция. Но каждый раз меня все равно настигали сомнения. А подойдет ли разъем? Русская рулетка с этими зарядками. Смотрите, видите эту шкалу? Она сейчас горит зелененьким. Обычно, если я трачу энергию, она уходит в правую сторону и горит серым. Сейчас она заряжается, потому что у нее вот этот вот зеленый ползунок бегает налево. Да. Мы проехали где-то в районе 35-40 километров. Малышка зарядилась до 100 км. Я вообще не ожидала такого исхода. Это что, Илон Маск там стоит? Сейчас, секунду, паузу сделай. Посмотри туда. Я уже везде что-нибудь сделала. Короче, осталось 20 километров до Ярославля. Я жутко уже хочу спать. И Тесла себя показала хорошо. Вот он, момент истины. Как я волнуюсь. Ну-ка, смотрим. Свободно. Начай зарядку. О-о-о! Вы видели, она открылась! Мы ждали этот момент 250, мать его, километров! Подгоняю ее сюда. Я готова вставить. Когда роботы гостеприимнее, чем люди. До полной зарядки 7 часов 50 минут. И вы понимаете, это был только первый день нашего путешествия. Мы проехали всего 250 километров, а нам предстоит еще 700 километров проехать. А мы столкнулись с таким огромным количеством негатива, препятствий, холоднокровия людей. Я боюсь думать, что дальше. Но, как я привыкла, я иду до конца. Поэтому, до конечного. Опять он со своей пессимистичной нотой летит в кадр. Я когда на мустанге у меня жопу вот так вот бросала. Ты что? Это здесь еще дороги нормальные? Давай палку изо рта вынимай. Хватит сосать, пойдем. Славный город Ярославль. Как же, будучи здесь и не увидитесь по фичке? Спрошу их мнение на мой 3. Доеду или нет до Устыка? Молодец. 418 километра. Зарядка завершена. Можем ехать? Как тебя зовут? Егор. Так, тебя? Очень приятно. Отлично. Тебе 13 лет? Да. 16 лет. Вот. Первые подписчики подошли, и сейчас мы будем у них встраивать вопрос сессию. Форд, Мустанг или Тесла? Тесла. Ты, вы за ДВС, короче. А ты за прогрессирующее будущее? Да. Я выезжаю и говорю, а у нас приборка погасла. А потом я вспоминаю, что ее даже нету там. То есть один только вот этот монитор. Все, что там есть. Вы сами родом из Ярославля? Да. И много у вас вообще Тесел здесь катается? Две. У нас два этих. Тайкан. Тайкан у вас есть, серьезно? И главный вопрос, ребят. Вообще думаете, я доеду до Великого Устика на ней? У меня еще 700 километров на ней ехать. 700. Может, 50 на 50. Смотри, малой верит в меня. Даже Тесловод будущее сказать 50 на 50. Слав, ты веришь, что я доеду на этой тачке до Великого Устика? Первый человек, который поверил. Давайте похлопаем ему. Слушай, доедете до Великого Устика, но обратно уже нет. Стоит признать факт. Красный мустанг с открытым верхом сворачивает больше шеи, чем любая Тесла. Нравится? Пока я общалась с подписчиками, Арсений нашел своих поклонников. Офигенно. Не веришь, что происходит. На видео смотришь, как кому-то везет, а так вот в реальности. Не думаю, что я с утра буду ездить зимой в Кабрелесе на Мустанге. Покидая Ярославль, мы думали, что оставляем все трудности позади и можно, наконец, выдохнуть. Как же сильно я ошибалась. Some interesting facts. Начнем с того, что электрокары – это не изобретение современности. Электрокары существовали еще в конце 19 века и вообще они были популярнее ДВСов. Вы можете себе представить? И именно на электромобиле в конце 19 века был поставлен первый рекорд скорости в 60 км в час. И электрокары были популярнее ДВСов вплоть до выхода Ford Model T в 10-х годах 19 века. Почему компания называется Tesla? Ну, здесь все очевидно, потому что Никола Тесла – это один из главных пионеров в области электричества. И именно он был изобретателем двигателя переменного тока, который по сей день используется в этой машине. Многие думают, что компания была основана Илоном Маском, хотя это вообще не так. В 2003 году другие абсолютные люди учредили компанию Tesla и только в 2004 году Илон Маск зашел в эту компанию, купив контрольный пакет акций на 6,3 миллиона долларов. И о, аллилуйя, в 2008 году Tesla выпускает свой первый электрокар Tesla Roadster. И на тот момент это был самый достойнейший электрокар на рынке. Многие производители хотели это сделать, но они не могли изобрести достаточно мощный аккумулятор и двигатель с минимальным потреблением энергии. И в 2016 году появляется Tesla Model 3, руль которой я сейчас и держу, но это более обновленная версия 2021 года. В 2018 году компания чувствует себя экономически очень фигово, и Илон Маск решается на безумный маркетинговый ход. Он запускает Tesla Roadster на околоземную орбиту. И только в 2020 году компания начала оккупаться и радовать своих инвесторов. Представляете? Так в чем заключается секрет Tesla? Чему ее все покупают? По моему мнению, это личный бренд чувака, который сидит у нас сзади, Илона Маск. Он зарекомендовал эту компанию как суперхорошую. Его личный бренд настолько сильный, что он заставляет покупателей брать эту тачку и брать ее и под себя, и под свою семью. Но даже несмотря на то, что эта машина считается семейной, она супер-кипер-опасная для наших российских реалий. И это видео тому доказательство. Плохие тормоза, ужасная управляемость и критически маленькое количество зарядных станций, а также на тех станциях, которые уже есть, им не хватает мощности, чтобы быстро подвести автомобиль. Все эти факторы не позволяют пользоваться этим автомобилем с чувством комфорта и безопасности. Дорога из Ярославля в Волгду оказалась самой страшной для нас. И что происходило, вы увидите далее. А вот и начало новых приключений. Что на этот раз не прошло и полутора часов, как мы уже встряли в какую-то передрягу. Опять мы ехали спокойно с крейсерской скоростью 100-110 км в час, доезжаем до сюда, останавливаемся и видим пробку в километр. И человек сказал, который проезжал, что она уже как полтора часа вот здесь, они стоят как вкопанные. То есть это не то, что бордовая, это просто вот черная, черная пробка. Никуда не продвигается. У нас заряд на ТЭСе, пойдемте посмотрим, сколько там. 140 км заряда, нам еще 84 км ехать. У него что, я поняла, на машине ехать. У него еще с печеной печкой и с печеным погребом попы. Мне вот даже интересно вот предположить, что там может вот так вот застопорить движение. Авария на все полосы, много машин столкнулось. Фура и газель, подфура и легковушка. Все живы? Пока непонятно. Как будто нас сама судьба оттаскивает от этой поездки. Ребята, я такое не приветствую, но ситуация у нас чрезвычайно крайняя и очень страшная, потому что либо у нас есть вариант застрять здесь, просто заглохнуть. Здесь поле, здесь никакой инфраструктуры вообще нет. Здесь человеческая нога бывает без машины раз в год, наверное. Либо мы сейчас объезжаем это все дело на обгон, по встречке. Объезжаем. Мне очень страшно. Я дико боюсь обгонять и я дико боюсь ездить вот таким образом. Тем более, это машина, которую я плохо знаю, и она на заднем приводе. В встречке, не съезжая, пришлось ехать около 10 минут. В длину пробка оказалась не один километр и не два, а целых три километра черного наглухо стоящего трафика. Что бы с нами стало, если бы мы остались там стоять? Акум бы высадился до комы 100%. Но они-то на ДВСах, а я на электрокаре, и время играет против меня. Каждая минута против меня. У меня каждый минуту садится аккумулятор из-за холода. Говорят, просто никак не проехать. Жень. Мне очень страшно. Здесь вообще ничего нет. Здесь не то, что зарядок нет, здесь даже нету заправок. И тут мы впервые лицом к лицу встретились со смертью. Там что-то очень жесткое. Очень жесткое. Жень. Какой журналист. Удар такой, как будто просто машина ушла жестко под фуру прям. Просто прям под фуру. Я никогда не видел, кстати. Не надо. Это ужасно. Сразу просто идут. После той страшной аварии меня саму чуть не настигла та же участь. А всему виной обледеневшая дорога, липучка вместо нормальной зимней резины и усталость. Вся жизнь пролетела перед глазами за секунду. Там был буквально миллиметр нафиг. Вы чего отдохнули? Сень, я устала от этой машины. Давай ты сядешь пока за руль, потому что она не управляется. Она очень плохо тормозит, у меня не кокущие тормоза. Мне просто нужно сейчас доехать до Волгы и отдохнуть немного. Я сяду за мустанку, потому что я не могу. Это реально, это очень страшно не ехать сейчас. Особенно после той аварии, которую я видела. У меня просто вспышками 25 кадром. Она постоянно перед глазами. Не знаю даже, что сказать. Я вот реально... Тесла хорошая, Тесла хорошая. Ни хрена подобного. Вот я сейчас еду. Я вот теперь жалею, что я пересел в Теслу из Мустанга, потому что очень страшная машина. Ехать очень страшно. Она, короче, у нее сейчас режим дебильный, из-за того, что у нее зарядки мало осталось. У нее режим остановки выбран удерживать. То есть она... Вот я отпускаю газ, и она сама тормозит. И когда она сама тормозит, ее еще и ведет. Просто жесть. И как здесь вообще управлять? Чуть-чуть газку даешь. На Мустанге, например. Он едет спокойно, то есть он разгоняется нормально. Там срабатывает стабилизация, но она срабатывает нормально. Здесь она так коряво срабатывает. Ее все равно разворачивает. Я не знаю. Я вот даже не могу на камеру сейчас отвлечься, чтобы повернуться в камеру, смотреть. Потому что я боюсь отвернусь сейчас от дороги, и ее нас в коем-нибудь унесет. Куда мы на этой Тесле поехали? Вот я и говорил, что будет бурга, будет сугробы, будут снегопады. Мы вообще... Я не знаю. Стоило Сене только приноровиться к этой неуправляемой машине, как нас настигла настолько сильная метель, что видимость заканчивалась на впереди идущем авто. Что, еще одни разложились? Что за бред? И еще одна жуткая авария. Сколько людей в день погибает в этой области на машинах с ДВС, а мы сюда сунулись на электрокаре без тормозов. В какой-то момент я почувствовала, что готова отказаться от идеи ехать в Великий Устюг, и пора разворачивать эшелон. Если что, тачка абсолютно новая. Меньше тысячи километров на ней было, когда мы выезжали. Пробега. Колодки, тормоза никакие. Абсолютно. Блин, еще и снегопад пошел. Все, что можно было ужасного произойти, все произошло с нами, ребят. Второй раз мы сейчас будем буксоваться от Мустанга. Я просто каждый раз понимаю, насколько это угарно звучит. Для тех, кто сидит и смотрит это видео, что Тесла буксуется от заднеприводного Мустанга, который только что ехал как кабриолет. Я пытаюсь сохранять позитив в этой ситуации, но на самом деле ничего позитивного в этом нет. Мы в полной, тотальной жопе! Жопе! О чудо! Мы доехали до следующего города, Вологды. И каково было наше удивление, когда здесь мы обнаружили быструю зарядку. Ровно полтора часа и аккумулятор полностью запрашивает. Проблему с зарядкой Теслы мы решили, но возникло новое. Это не сон, и я не прикалываюсь. У нас сейчас, прямо сейчас, отрубилась печка, и в машине сейчас температура такая же, как на улице. Но не 0 градусов, как она показывает, а минус 16, блядь. Я не знаю, как это включить, у меня руки даже замерзли. Господи, сейчас, секундочку. Машина-убийца. Она, если не может убить меня на дороге, она пытается убить меня прямо внутри этой капсулы, вы понимаете? Сейчас мы попробуем исправить эту проблему обычным путем, как я это поправляю в своей BMW. Просто вынуть ключ, выйти из машины, закрыть дверь и запустить машину снова. Надеюсь, что сработает. Она, по-моему, греет. 1 градус на улице! Этот метод работает с каждым автомобилем, насколько бы он ни был прогрессивным, американским, немецким, белорусским, я не знаю, российским. Этот метод работает реально с каждым автомобилем. Но почему он такие сюрпризы постоянно нам выдает? Я не понимаю, за что? Что мы тебе сделали? После напряженного пути мы решили прокатиться по Крыминской площади. Это первая Тесла, в паре с Мустангом, колеса которых заехали на эту площадку. Я вам сейчас поднимаю. Это было очень сложно. Я говорю, смотрите, можно не доехать в Великую Устью, вот так. Можем не доехать в Великую Устью? Вот так можно лишить правду вот такое вот. А, вы про это? Я думала, вы про зарядку говорите. Да, даже полиция. За отчаянность нашей поездки нам не выписали штраф и попросили просто отсюда уехать. Мы просто уехали из Вологды. Вы спросите меня, почему я сижу в куртке в машине опять, если у нее полный заряд батареи? Хороший вопрос. Тесла опять начала капризничать. Она опять дует холодным. И мне приходится просто ехать в куртке в машине за 4,5 миллиона рублей. Когда на улице минус 17. Но не об этом. Наконец-таки я могу быть спокойна за то, что у меня хватит заряда доехать до Тотьмы. Тотьма это промежуточный пункт между Вологдой и Великим Устьюком. Там мы остановимся на ночь. Там Тесла, я надеюсь, встанет на зарядку и все будет окей. До туда нам ехать 200 километров. Запас хода у нас сейчас 367. Поэтому я надеюсь, что мы доедем. Мы должны доехать. Дав возможность Арсению сесть за руль, он высадил Теслу до 0%. В итоге до Тотьмы мы поехали на рекуперации. Блин, 0 километров! Она может сейчас просто впасть в ком и мы останемся здесь как камень. Блин, камень на подъезде к Тотьме. Вот, 5 километров осталось до Тотьмы. 0. Ощущение, что ты сделал? Господи, помилуй, рекуперация. Спаси нас. Даже не знаю, чему я удивилась больше. С зарядной станцией она и вправду стоит здесь в глуши. Притом в этом городе живет меньше 10 тысяч человек. Что она тут забыла? Или же людям на Тесле, которые заряжаются от этой зарядки. Тесла Model X, которая решила здесь попрековаться просто потому, что она откуда-то здесь взялась. То у нас там зарядки на 5 километров, она может сейчас спать в полу. Ну что, мы ставим нашему малышку, малышку-убийцу на зарядку. У меня не снялось 692 рубля за прошлую зарядку, за полную. Надо оплатить. Вот, почти 700 рублей стоит полная зарядка Тесла. Ну, какова красота! Таким пейзажем нас встречает Тосьма, и это третий день нашего трипа. Мы поставили машину заряжаться, и она сейчас должна уже быть на 100% заряд. Ну что, мы выезжаем сейчас в Великий Устик, и это будет самый сложный отрезок пути, потому что он будет без зарядной станции. Я смотрела в Великом Устике, тоже нет зарядки. Как нам быть, я не знаю, но я привыкла решать проблему по мере ее поступления. Поэтому выдвигаемся в путь. Но сложность заключается в том, что тут полярный день гельится намного меньше, и в 3 часа дня уже будет темно, поэтому нам как-то нужно успеть до Великого Устика, до 3 часов дня. Дедушка Мороз, жди! От Тосьмы до Великого Устика началось действительно новогоднее настроение. Сезам, откройся! Малышечка нам показывает, что у нас запас хода 371 километр, до Великого Устика 230. Ваши ставки, господа, доедем мы или нет? Пишите в комментариях прямо сейчас. Зарядка буквально тает на глазах. Тут еще и в горку, блин, шесть! Мы должны проехать эту горку и сразу подключиться к Сене. Это сразу же! Как обычно, собственно, ничего. Это будет такой небольшой промежуточный ток. Если бы у нас не было машины на ДВС, мы бы не доехали до Устика вообще никаких образов. Наконец-таки мы приехали в Великий Устик, но было уже слишком поздно. Дед Мороз лег спать, поэтому с ним мы встретимся уже утром. Но есть и хорошая новость. Мы приехали в Великий Устик и сразу на зарядку. И тут, оказывается, есть зарядка. Ее поставили ровно за день до нашего приезда. Это реальный подарок на Новый год, потому что я думала, что все, мы подохнем здесь. Но оказывается, нет. Мы отыскали ребят, которые за день до нашего приезда установили зарядку и взяли у них небольшое интервью. А насколько сложно это все подвигается по темпам? Мы за два года планируем поставить 30 консей. Выступает Россия и говорят, слушайте, ну вы фантазеры. И мы поставим до конца 2025 года две штуки. Я говорю, ну, зато вы не фантазеры. Так все потихоньку, как бы, там уж, через общественный совет, там, через мэра, как-то, я говорю, ребята, ну вы подключайтесь, потому что не будет зарядных станций, не будет инфраструктуры, не будут люди покупать электромобили. Первые, там, 50 миллионов мы запланировали. А в целом, для того, чтобы даже вот эти тьму-таракань, которые у нас на карте, там, красным цветом, да, есть, понятно, что там ни одного электромобиля нет. А вот сколько, если не секрет, стоит поставить одну вот такую мощную док-станцию, на 50, допустим, киловатт? Ну, это почти 3 миллиона. Российского производства где-то можно 1 миллион 600 поставить. Но они не такие надежные. Наступило следующее утро. Волнительный момент, ради которого мы преодолели на заднеприводных авто расстояние в тысячу километров. Встреча с Дедом Морозом быть. Не каждому авто дано заехать колесами на бочину Деда Мороза, но это исторический момент. Первый электрокар, который максимально близко приблизился к полярному кругу и доехал до Великого Устюга. Мы приехали к тебе на электро-коне. Вот и дождался. Электро-нош. Первые гости на электроавтомобилях. Не успели, друзья мои, поставить новую современную электрозарядочную станцию, как уже первые гости пожаловали. Как добрались? Очень сложно. Были ужаснейшие трудности, но мы добрались. И вот этот автомобиль стоит не просто так, рядом с Теслой, потому что он буксировал эту Теслу на протяжении всей дороги из Москвы вот сюда. Али, дорожка моя вам не понравилась? Дорожка прекрасная, но она пока не адаптирована к электромобилям. Это же не в московских пробках стоять, верно? Это потрясающая аспирода. Красота, верно, неописуемая. Не хочешь прокатиться? А почему бы и нет? Поручаю тебе. Вот он мой ваш. Да, Илон Маск не учел тот факт, что Дед Мороз ростом 2 метра и не предусмотрел регулировку руля в этой модели. Дедушке Морозу пришлось даже валенки снять, чтобы поместиться за рулем. Прокачу вас немножко своим владением. Да, мы уже тут чуть-чуть погуляем. Если проголодаетесь, прошу на обед. Ресторан Снежинка, кафе Веранда. Ребенок не ожидал, что Дедушка Мороз катается сейчас на Теслу. Это в новинку. Прогресс находит туда-сюда. Сейчас мы прокатимся по нашим владениям. Ой, так красиво. Такие елки огромные. Тебя везде пропускают. Узнают даже в чужой машине. Я хозяин. Ого. А то мы его буксовали. Резина не совсем приспособлена. Ну и здесь липучка стоит, да. Ага, вот и Дедушка Мороз тоже подметил это. А так ведь 21 век шагает по планете. Научно-технический прогресс не стоит на месте. И передвигаюсь я всеми видами транспорта. Вот и электроавтомобиль сейчас освоил. И как, нравится тебе? Ну, хорошая машинка. Если же будет больше заправочных станций, пересяду на такую. Ну что, Дедушка, понравилась тебе машина? Электрокар. Хорошая машинка, резвая. Приезжайте, буду ждать с нетерпением гостя. Спасибо, Дедушка Мороз. Можно, спасибо? Пожалуйста, только при одном условии. У меня есть золотое правило. Кто не улыбается от сосудка. Потом растаешь, и тебя не будет видно на картинке. Ну вот, осуществились две мои мечты. Я вживую увиделась с настоящим Дедушкой Морозом и доехала из Москвы в Великий Устюг на Тесле. Окончание 2021 года лучше нельзя себе придумать. Тесла, Мустан. И Мустан, правильно. Какую выберете? Э, Теслу. Молодцы, ребята, за зеленую планету. Давайте фоткать. Конечно, давайте фоткайте. Ну что, мы в Великом Устике. Сзади меня по-устюгски настоящая елка. Здесь минус 25. И, честно сказать, моментами я не верила, что мы доедем. У меня были сомнения. Но прямо сейчас я стою, и подо мной устюгская земля, снег, и я уже увидела с Дедом Морозом. И это была просто волшебная сказка. Я реально как будто привела в сказку. И я поверила в чудо. Я поверила не только в Деда Мороза воочию и по-настоящему, но и в то, что Тесла способна на такие дальние расстояния на север. Эй, псс, я вам обещала настоящий варенок. Вот он. Саша, Ангелина, я проиграл тебе спор, получается? Какой спор? А, ну если бы, короче, мы спорили, типа, доедет ли Тесла или не доедет, то я бы точно проиграл. Нет, ты просто в меня не верил. Мы не спорим, ты просто в меня не верил. Ну, как бы, это Тесла, ребят. Падай нить! Это Тесла. Но она реально сделала вещи, благодаря тому, что мы 4 раза еще ее тескали. Так, мы ее 4 раза бутифировали. Она у нас падала по заряду до 0 километров. Я думала, что она заснется и больше никогда не проснется. А в минус 25, поверьте мне, это вполне реально. Но мы это сделали. Там все с бубном вокруг Песа делать надо. Она не камень, она есть. И прямо сейчас мы стартанем обратно в Москву. Я уже соскучилась по моим дорогим подписчикам, по моей дорогой Эйме. Это был очень классный пейс. Если бы мы еще на Эйме поехали в Юстом Устанге. Такую суть вы представили. Что я прочувствовала? Я никогда не водила электрокар до этого момента. Я ездила в Тайкане, но за рулем я не сидела. Я поездила на этой тачке в самое лютое время года, в зимнюю пару, в дикие морозы. И я прочувствовала на себе, насколько эта машина пока не приспособлена под российские реалии. Насколько нам не хватает инфраструктуры, чтобы эти машины, скажем так, плодились у нас на дорогах. Да, в Москве их много, но я понимаю, почему за пределами Москвы их минимальное количество. Потому что тупо не хватает зарядок. А если они даже есть, а их мощности не хватает, чтобы они заряжали быстро, это очень неудобно. Это машина для терпеливых людей, очень редкого сорта, ну или просто для людей с сильных духом. Почему? Потому что она стоять раз ломалась, и климат-контроль ломался. Причем очень-очень дикий холод, а это страшнее всего. Второй момент. У нас замерзло стекло, и даже при включенной печке на полную мощность, оно не оттаивало. Это тоже очень странно для машины такого класса. Прошлой ночью, когда мы поставили ее на зарядку, такой странный звук был. Я вам приложу видео вот сюда, и вы поймете, насколько странный был звук, когда она заряжалась. Все, чистенькая Тесла, издающая очень странные звуки. Но хочу отдать должное. Эта машина, она умная, у нее есть будущее в нашей стране, если будет развита инфраструктура. И я уверена, что лет так через пять мы приблизимся к уровню Америки. Дай бог, и это будет реально классно, потому что, как сказал Дедушка Мороз, озеленение нашей земли, это всегда хорошо, и к этому нужно стремиться. И мы проехали на этой малышке почти тысячу километров, и я могу не беспокоиться о ее обслуживании, потому что здесь обслуживать нечего, она вот как ехала, так и будет ехать. А вот насчет Мустанга я буду сомневаться, потому что, окей, он 15-го года, но обслуживать тачку ДВС, вы сами понимаете, намного сложнее и намного затратнее. Сама Тесла, она не принуждает владельцев Теслы ездить на регулярное ТО. Это не нужно, у тебя просто есть обновленное ПО, которое ты скачиваешь просто с Wi-Fi, представляете? Вот к телефону подключаешь тачку и скачиваешь, это же реально будущее, это так круто! Спасибо за просмотр! Поставьте лайк за старание и риск жизнью ради такого эксперимента. Увидимся в комментариях. Стоп-стоп-стоп, не переключайтесь! С нами же был еще один пассажир, которого мы целенаправленно везли на вручение Деду Морозу. Давайте же доведем дело до конца. Ты с кем пришла-то? А вы не узнаете? Как звать величать? Илон Маск! Здорово!